Снежные горные хребты на окраине микрорайона Репина. Ежедневно, по словам очевидцев, сюда прибывают камазы и складируют грязный снег с городских улиц. Предстоящая весна огромные сугробы превратит в талую воду, которая устремится по склону в поселок Мостовая Слобода. Вот он тот самый склон в микрорайоне Репина, куда складывается грязный снег с городских улиц. Оттуда он и хлынет сюда, в поселок Мостовая Слобода. А вот этот дом – ярчайший пример того, какие беды может принести с собой талая вода. Во время прошлогоднего паводка стены дома на метр пропитались водой. Отсюда плесень и вздувшиеся обои. Лопнул фундамент, дом просел, сквозь трещины видно улицу. Больше в этой комнате никто не живет. Опасно. Две несущие балки провисли, потолок может рухнуть. Да, начали что-то делать, очищают канавы, дренажки, все это делается. Но, тем не менее, сложишь ситуации, когда, я не знаю, как сказать, знают, не знают о том, что сводится снег наверх, над нами, как раз над нами. Но, я считаю, что не могут не знать о том, чем это нам грозит. В прошлом году, говорят мостовчане, противопаводковые мероприятия в их поселке начались еще в январе. В этом году, если верить письму из Управления инженерной защиты, должны начаться со дня на день. На Репино складируется снег впервые. Не то, что говорят, что это было раньше. В прошлом году этого не было. Данный факт данного нарушения произошел, я считаю, из-за того, что отсутствовал мониторинг данной территории. Данная территория находится частично в оползневой зоне. Соответственно, там должен идти мониторинг. С 11 февраля мониторинг должен был быть усиленным. Нехватка техники, нехватка работников, в особенности линейных обходчиков – большая проблема муниципалитета. В зоне риска не только мостовая, но и Боротаевка, Луговое, Вырыпаевка, Карлинская. Вывозить снег нужно и по всему Волжско-Свияжскому склону, и с улицы Маяковского. Однако и при имеющихся ресурсах возможно успеть защитить город от паводка. Весна пришла, и времени на раскачку уже нет. Велик риск новых оползней.